Ты можешь respirать, ты можешь пить, ты можешь кричать. Хел, мы все будут делать это. То есть, что это за человек, какая у него предыстория, почему он стал таким жестоким или наоборот справедливым. Что его сподвигло и в принципе не могло не возникнуть таких вопросов, мне кажется, у каждого фаната, который читает комикс или смотрит сериал. К сожалению, информации о нем как таковой сейчас все-таки очень мало и какие-то данные стали раскрываться буквально в середине этого года. То есть, именно в середине этого года Роберт Киркман стал выпускать приложение к своему основному комиксу, называемое Heroes in Negan. А вот и Negan. Там описывается его жизнь, то есть, откуда он появился, что он из себя представлял до зомби-апокалипсиса. Но, опять же, тоже информации не очень много. Поэтому давайте рассмотрим, что с ним было. Я хотел бы рассказать поподробнее, что с ним было из комикса и можно даже немножко спрогнозировать, что было, точнее, что будет из того, что было в комиксе. В сериале. Комикс очень короткий. Там в нем, как доп. издание, всего по 4 странички. И выпускается он раз в месяц. Всего будет, по обещаниям Киркмана, 12 эпизодов, которые в конце соединят в единый комикс, в единый стандартный комикс. Из комикса мы узнаем, что до апокалипсиса Ниган был обычным школьным учителем, учителем физкультуры и тренером по игре в пинг-понг. Кстати говоря, это противоречит тому, о чем говорил Киркман. Киркман говорил, что Ниган был обычным продавцом подержанных машин, и поэтому, вероятно, что это была шутка. Он ведет себя очень грубо с учениками, матерится. Он утверждает, что дети должны вырастать крутыми мужиками, потому что и он сам по себе очень крутой из-за этого. Это этакий, мне напомнил этот комикс почему-то местного российского героя сериала «Физрук», Фому, по-моему, так его зовут. Ну да, вернемся к комиксу. Из комикса мы также узнаем, что его жена болела раком. Ниган, который поначалу изменял ей, он остается с ней до конца. И вот она лежит в больнице при смерти, и больницу вдруг начинают внезапно эвакуировать. Начался зомби-апокалипсис. У постели умирающей жены остается только Ниган. Он пытается как-то отбиться от нападения зомби, закрыл дверь. Но внезапно он слышит сзади себя, что жена начала как-то неестественно хрипеть. Да, казалось, что его жена умерла и превратилась в ходячего. Вот именно в этот первый же момент мы узнаем, что его жену звали Люсиль. Да, это не очень оригинально, но, видимо, это работает. И как бы обозвать любимым предметом своим в честь жены, дочери, собаки, это, конечно, грубый прием, но он работает. Кстати, интересно вспомнить саму фразу из комикса, где он говорит, Ниган говорит, что его любимая Люсиль, то бишь Бита с обернутой на нее проволокой колючей, это единственная сучка, которую он любил и хотел трахнуть. Далее он продолжает быть в больнице. Ниган прислоняется к своей жене, не понимает, что происходит. Он говорит, Люсиль, Люсиль, что с тобой? Но, естественно, он ничего в ответ не слышит, только хрип и тянущиеся руки. Он искренне начинает плакать, материться, выбегает наружу комнаты, спускается вниз и там встречает паренька. Паренек отбивается также от кучи зомби, и в это время Ниган проявляет свои человеческие качества. Он хватает огнетушитель и забивает оставшихся троих ходячих. Вначале мы видим, что Нигана потрясает произошедшее. Он не понимает, как он мог убить двоих человек. Это совершенно его не характеризует с нынешней точки зрения, то бишь, когда мы видим, как он легко убивает нынешних людей, то есть в состоянии апокалипсиса. И, кстати, можно провести параллельную линию с тем, когда он убил первого своего зомби огнетушителем. И можно провести параллельную линию с его убийствами наших героев из основного комикса, когда он убил Глена Биттой. Далее, естественно, в этот момент он проявляет свои человеческие качества, то бишь, вернемся к комиксу. И вместе с пареньком они уходят из больницы. Паренек тоже рассказывает, что у него здесь была больная мать. Но так как она также превратилась в зомби, ему пришлось ничего иного, как ее убить. Ниган просит его убить свою жену, поскольку он не может это лично сделать. Для него это очень тяжелый поступок. Паренек соглашается, и они оба выходят из больницы. Пареньку некуда идти, и он спрашивает у Нигана, может ли он его подвезти. В комиксе он очень много матерится. И я каким-то образом стараюсь фильтровать этот разговор. Вообще, из комикса кажется, что сам по себе Ниган, он хоть и у него какие-то качества человеческие еще имеются, но все же это человек скорее отрицательный. У него изначально плохой трой к детям. Он их почему-то не любит. Он везде пытается проявить свои лидерские качества. Видимо, из-за того, что по какой-то причине в своей начальной карьере у него не получилось стать лидером. Он стал обычным школьным учителем. И, видимо, из-за этого он каким-то образом, как-то психологически что ли, обижен на окружающих его людей. Но вернемся к нашему комиксу. Далее у наших героев разворачивается разговор. Парень спрашивает у Нигана, почему он так себя ведет. Видимо, он не очень хороший человек, почему он так матерится. На что Ниган отвечает, что он достаточно парень взрослый, чтобы понять, что вся наша жизнь подчиняется определенным смыслам природы. И то, чтобы быть человеком, не нужно делать чего-то из ряда вон выходящего. То бишь, даже если нам нужно сделать ребенка, это фактически обычное сношение двух людей. И пока они идут к машине Нигана, они так начали более-менее дружеский разговор. Ниган спрашивает, девственник ли парень в свои 13 лет. Он говорит, что он не знает. И Ниган на это парирует, что, видимо, да, он девственник. Он говорит, что это вполне себе нормально. Вся эта история похожа на рассказ Моби Дик, в котором Хит откусил мужику ногу. И потом будет за ним плавать, познав вкус его ноги, а всю жизнь так и с сексом. Если человек его познает, он будет хотеть еще и еще. Парень признается, что у него есть своя девушка, которую он хотел бы спасти. И потом каким-то образом наладить с ней отношения. И этим самым разговором нам как бы подразумевается, что Ниган все-таки чувак еще не самый плохой. Но за всей этой милотой вдруг происходит ужасное и на парня набрасывается ходячий. Ниган на это, честно говоря, ничего не делает. И смотрит таким надменным видом, что ли, и говорит таким растянутым фак. На этом комикс заканчивается. И, как я уже сказал, еще как минимум 5 эпизодов должно к нему выйти. Какой мне показался Ниган? Я уже сказал, что мне кажется, это скорее человек отрицательных качеств. Видимо, мы еще увидим то, как он будет себя проявлять. В тяжелых ситуациях будет ли он кому-то еще помогать. Будет ли он скорее себе помогать. Или же будет стараться, наоборот, взять лидерство. И вообще интересно, как он дойдет до жизни такой. Естественно, что нам не будут, видимо, показывать всю его историю. Или же в очень сильном укороченном виде. Поскольку понятно, что для этого не будут делать абсолютно 10 эпизодов комикса. Еще или 20, или 30, или 100, которые уже сейчас вышли к основной действующей группе. Но такой Ниган, что касается сериала, он, конечно, очень харизматичен. И да нужно отдать должное Джеффри Дину Моргану. На мой взгляд, он сделал этого персонажа даже несколько симпатичнее, чем он есть в комиксе. Поскольку в комиксе этот чувак представляет из себя просто такого отмороженного ублюдка, что ли. Я не говорю про его предысторию, а то, которое он есть сейчас. То есть такой вот отмороженный быдло-мужик, который матерится, который убивают людей запросто. В сериале же Ниган такой, он тоже злодей, но ужасно обаятельный злодей. Абсолютно точно видно, что этот человек не сериального типа. Да, он занимался ранее в сериалах, но здесь он играет на порядок лучше всех остальных персонажей. И его манера поведения показывает, что этот человек далеко не обычный хамло, быдло и убийца. А за ним что-то есть, и за ним есть история. Возможно, даже более разувесистая, большим количеством сюжетных поворотов, чем в комиксе. Возможно, создатели видео-версии позволят себе показать что-то более, чем работу учителем, смерть жены, которую звали Люсиль. Посмотрим, что будет дальше. Дай бог это будет в этом же сезоне. Ну все, спасибо, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем благ.